Вводный инструктаж для вновь принятых работников ТОО Каракудук-Мунай и подрядных организаций, выполняющих работы на месторождении Каракудук. Общие сведения о предприятии – характерные особенности производства. Основной деятельностью ТОО Каракудук-Мунай является разведка, разработка, добыча, подготовка, хранение, переработка, транспортировка и сбыт, в том числе и на экспорт углеводородов с нефтяного месторождения Каракудук. В настоящее время компания занимается добычей и реализацией нефти и газа. Добываемый при этом попутный газ частично используется на собственные нужды. Дата основания организации – 1995 год. Количество работающих – более 500 человек. Работа на месторождении осуществляется вахтовым методом. Центральный офис ТОО Каракудук-Мунай находится в городе Актау. Компания сертифицирована по ИСА 9001-2008, ИСА 1401-2004, ИСА 18001-2007. Месторождение открыто в 1971 году. Промышленная разработка началась в мае 1998 года, но уже в 2003 году был добыт первый миллион тонн нефти. В настоящий момент добыто более 10 миллионов тонн нефти. Процесс добычи, подготовки, транспортировки нефти и газа на объектах месторождения Каракудук связан с эксплуатацией разнообразных машин и механизмов на базе отечественного и импортного оборудования. Опасными производственными объектами ТОО Каракудук-Мунай являются. Групповые установки ГУ. Кустовые площадки 14 штук. Центральная установка подготовки нефти СУПН. Установка комплексной подготовки газа УКПГ. Нефтеналивная эстакада ННЭ. Терминальная станция нефтепровода ТСН. Блочная кустовая насосная станция БКНС. Дожимная насосная станция ДНС. Участок мойки НКТ. Автозаправочная станция АЗС. Работа технологического оборудования и установок связана с большими опасностями, такими как высокое давление нефти и газа в трубопроводах и в технологических установках, химическое воздействие применяемых реагентов и продуктов, наличие высоких температур при работе оборудования, применение оборудования с высокими скоростями вращения деталей и т.д. Поэтому, находясь на территории месторождения, необходимо постоянно соблюдать осторожность и строго придерживаться требований правил и инструкций. Основные положения законодательства об охране труда К работам на действующих объектах ТОО Каракудук-Мунай допускаются работники, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по безопасности и охране труда, промышленной безопасности и имеющие соответствующую квалификацию согласно выполняемой работе. В организации проводится целенаправленная работа по созданию безопасных условий труда для работников, предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В то же время предусматривается ответственность каждого работника за соблюдение требований охраны труда в объеме должностных обязанностей. Работник по обеспечению охраны труда на предприятии обязан содержать свое рабочее место в порядке и чистоте, а также соблюдать чистоту в цехе и на территории предприятия, соблюдать нормы, правила, инструкции по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, произошедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей, своевременно проходить обучение и проверку знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, проходить установленные медицинские осмотры, принимать необходимые меры по оказанию первой помощи пострадавшим, ликвидации аварии, пожара или другого происшествия, знать приемы доврачебной помощи, уметь пользоваться средствами пожаротушения и вызова скорой помощи, газоспасательной службы и пожарной охраны, знать, умело и быстро выполнять обязанности, предусмотренные планом ликвидации аварийных ситуаций, перед началом работы проверить на своем рабочем месте, исправности работоспособности оборудования, приборов, средств защиты, блокировочных и сигнализирующих устройств, исправности инструмента, ограждений, средств пожаротушения, предохранительных приспособлений и устройств, целостность защитного заземления. Каждый работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья. Работники должны вовремя приходить на работу и соблюдать продолжительность рабочего времени, все рабочее время использовать для выполнения служебных обязанностей. За добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу применяются поощрения. Прогулы появления на работе в нетрезвом виде, нарушения правил и инструкции по охране труда и промышленной безопасности являются наиболее грубыми нарушениями трудовой и производственной дисциплины. Рабочие и инженерно-технические работники, виновные в нарушении требований охраны труда, промышленной безопасности и производственной санитарии, несут ответственность независимо от того, привело или не привело это нарушение к аварии или несчастному случаю. В зависимости от тяжести допущенных нарушений и их последствий, рабочие и инженерно-технические работники привлекаются к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, установленным законом Республики Казахстан. Рабочие, не выполняющие требования техники безопасности, изложенные в инструкциях по безопасным методам работ, по их профессиям и видам работ, в зависимости от тяжести допущенных нарушений и их последствий, привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. За нарушение трудовой дисциплины администрация имеет право применять дисциплинарные воздействия согласно статье 72 Трудового кодекса РК «Замечание, выговор, строгий выговор, расторжение трудового договора». Расторжение трудового договора согласно со статьей 54 Трудового кодекса РК может быть применено в том числе за несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий день, рабочую смену, нахождение работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического опьянения, их аналогов, нарушение работникам правил охраны труда или пожарной безопасности либо безопасности движения на транспорте, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия, включая травмы и аварии, совершение работникам по месту работы хищения, в том числе мелкого, чужого имущества. Рабочее время Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с актами работодателя и условиями трудового договора выполняет трудовые обязанности. Работа на месторождении Каракудук организована вахтовым методом. Продолжительность вахты – 14 или 28 дней. Время работы дневной смены – с 7 утра до 19.00. Ночной смены – с 19.00 до 7 утра. Перерыв на обед – от 30 минут до 1 часа. Время зависит от условий трудового договора. Ночным считается время с 22.00 до 6 утра. Правила поведения работников на территории месторождения. Для пропуска сотрудников оборудовано 4 контрольно-пропускных пункта, далее КПП. Для пропуска автомобильного транспорта – КПП 1 и 4, для пропуска персонала – КПП 2 и 3. Допуск работников на территорию промышленной площадки производится по пропускам. Проход на территорию объектов, всем без исключения лицам, допускается с разрешения руководителя работ, а автотранспорта – только по специальным пропускам. Рабочие и ИТР во время выполнения своих обязанностей на рабочем месте, а также проверяющие, командированные и другие лица, находящиеся на производственных объектах, обязаны носить спецодежду и средства индивидуальной защиты. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Все работники, находящиеся на территории месторождения, обязаны носить на верхней одежде в районе груди бейджи с указанием компании, ФО, должности и фотографий. Передвигаться по территории объекта следует только по пешеходным дорожкам, а в случае их отсутствия – по установленному маршруту. Курение разрешено только в специально отведенных местах, обозначенных соответствующей табличкой – знаком. Во время передвижения по территории объекта необходимо быть внимательным, не следует наступать на крышки люков, перекрытия ям, канав и котлованов во избежание падения в них. Запрещается бегать по территории объектов, стоять или ходить под поднятым грузом, а также под настилами лесов, без переходных мостиков переходить через эстакады трубопроводов или под ними, без необходимости находиться в местах проведения работ или в непосредственной близости от работающего оборудования, заходить на огороженные или специально обозначенные участки. Необходимо помнить, что за нарушение требований нормативных актов по охране труда и промышленной безопасности работники предприятия привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Знаки безопасности На местах работы, в производственных помещениях, в помещениях для обогрева и отдыха вывешиваются плакаты и предупреждающие знаки по безопасному ведению работ и по эксплуатации установленного оборудования. Знаки безопасности предназначены для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности. Запрещающие Смысловое значение запрещающих знаков безопасности состоит в запрещении опасного поведения или действия. Например, запрещается курить, проход запрещен, не включать и так далее. Предупреждающие Смысловое значение предупреждающих знаков безопасности состоит в предупреждении о возможной опасности. Например, опасно, ядовитые вещества, осторожно, скользко, внимание, высокое напряжение и так далее. Предписывающие. Смысловое значение предписывающих знаков безопасности состоит в предписании обязательных действий во избежание опасности. Например, работать в защитных очках, работать в защитных перчатках, проход здесь, держитесь за перила. Пожарной безопасности. Смысловое значение знаков пожарной безопасности состоит в обозначении и указании мест размещения средств противопожарной защиты и их элементов. Например, пожарный кран, огнетушитель, кнопка включения систем пожарной автоматики. Эвакуационные медицинского и санитарного назначения. Смысловое значение эвакуационных знаков состоит в обозначении направления движения при эвакуации, спасении. Например, выход здесь, направление к эвакуационному выходу направо, пункт сбора. Смысловое значение знаков медицинского и санитарного назначения это первая помощь при авариях или пожарах, а также надпись «Информация для обеспечения безопасности». Например, аптечка первой помощи, медицинский кабинет и так далее. Указательные. Указательные знаки используют для обозначения мест размещения или установки объектов, рекомендации по применению различных средств, разрешения или информирования о чем-либо. Указательные знаки выполняются белым цветом на синем прямоугольнике. Требования безопасности в аварийных ситуациях. При возникновении аварии или ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, необходимо немедленно прекратить работу и известить ответственного руководителя и производителя работ, вывести из опасной зоны персонал сторонней организации, а при необходимости и персонал ТОО Каракудук-Мунай. Под руководством ответственного руководителя ТОО Каракудук-Мунай и производителя работ сторонней организации оперативно принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к аварии или несчастному случаю согласно плану ликвидации аварий. О пострадавших при аварии необходимо известить ответственного руководителя и производителя работ сообщить в медицинский пункт и принять срочные меры по оказанию первой медицинской помощи. Основные опасные производственные факторы К опасным производственным факторам, возникающим при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах ТОО Каракудук-Мунай, относятся Тепловое, огневое и токсическое воздействие продуктов сгорания углеводородов при пожаре, Высокое давление в аппаратах и технологических трубопроводах и аппаратах сбора первичной подготовки нефти ГУ, ЦУПН, ТСН и установки комплексной подготовки газа УКПГ, сопровождающиеся опасностью взрыва и травмирования обслуживающего персонала, открытые и вращающиеся части механизмов приводов бурового и нефтепромыслового технологического оборудования, опасное электрическое напряжение в действующих силовых технологических установках и сетях, вредное воздействие на организм человека, углеводородов нефти, химических веществ, входящих в состав технологических растворов. Для своевременного обнаружения пожара все блоки здания и сооружения оборудованы тепловыми, дымовыми и световыми датчиками-извещателями обнаружения пожара. Предусмотрены также и ручные извещатели обнаружения пожара, которые располагаются на площадке подогревателей, на площадке нефтегазовых сепараторов, на территории резервуарного парка. Ими должен воспользоваться очевидец возгорания для оповещения персонала объекта. Работник при обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запах гари и тому подобное обязан немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану, адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию, сообщить диспетчеру, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. При срабатывании датчиков пожарной сигнализации на панели пульта пожарной сигнализации обозначается опасная зона, включается сирена и мигающий оранжевый маячок снаружи у входа в операторную. Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются также административно-бытовые и складские помещения, жилые комплексы вахтовых поселков. В случае срабатывания сирены оповещения о пожаре необходимо действовать согласно плану ликвидации аварий. Персоналу, незадействованному в ликвидации возгорания, необходимо собраться в месте сбора персонала и ожидать дальнейших указаний. Причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, неисправность и неправильная эксплуатация отопительных и электронагревательных приборов, неисправность и неправильная эксплуатация электрогазосварочных аппаратов, неисправность технологического оборудования, самовозгорание промасленных аптирочных материалов. В целях профилактики запрещается курение на территории предприятия в неотведенных для этой цели местах, разведение огня на территории предприятия в пожароопасных местах, эксплуатация трубопроводов, оборудования и аппаратуры при наличии неплотности в соединениях, проведение огневых, газоопасных и земляных работ без наличия наряда допуска. Все потенциально опасные участки вращающегося и движущегося оборудования должны быть закрыты защитными кожухами с сигнальной окраской, при необходимости установлены защитные экраны. Запрещается снимать защитные кожухи при работе оборудования. Приступать к выполнению работ на электроустановках или электрооборудовании без защитных средств категорически запрещено. Основной залог сохранения здоровья – строгое соблюдение всеми работниками требований электробезопасности. При поражении электрическим током воздействие на организм человека проявляется по-разному. Это действие может быть тепловым, механическим, химическим, биологическим. Различают два вида поражения электрическим током – электрический удар и электрическая травма. При электрическом ударе поражается весь организм в целом, и поэтому он представляет наибольшую опасность из всех видов поражения. Электрические травмы вызывают местные поражения – ожоги, металлизацию кожи. Электрический ток действует на центральную нервную систему, вызывает судорожное сокращение мышц и их паралич. Паралич дыхательной мускулатуры или мышц сердца может привести к смертельному исходу. Характер и последствия поражения человека электрическим током зависят от большого количества факторов – силы тока, рода и частоты длительности воздействия и так далее. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока примите такие меры предосторожности, чтобы самому не оказаться под напряжением. Отключите электроустановку ближайшим выключателем или прервите ток, перерезав провод с помощью инструментов с изолированными ручками. Вы должны изолировать себя, встав на сухую доску, резиновый коврик и другие изолирующие средства. При падении на землю случайно оборванного электрического провода или пробоя изоляции на землю в электрической установке, а также в местах расположения заземлителей электроустановки или грозозащитного устройства земля может оказаться под электрическим напряжением. При этом в радиусе до 20 метров от заземления образуется зона растекания токов заземления. В такой зоне напряжение между двумя точками поверхности земли, отстоящими друг от друга на расстояние человеческого шага, 0,8 метра, называется шаговым напряжением. Величина шагового напряжения зависит от ширины шага и будет тем меньше, чем меньше шаг. Поэтому из зоны растекания токов замыкания человек должен выходить небольшими шагами, 25-30 сантиметров, тогда он будет подвержен меньшему напряжению и избежит поражения электрическим током. Наружные установки, где возможно выделение газа, оборудуются газоанализатором взрывоопасной концентрации ГВК-газа. Панель системы контроля обнаружения опасной концентрации газа содержит электронный блок газовых контроллеров, который обеспечивает автоматический останов электрооборудования при 50% НКПВ. Звуковая сигнализация опасной концентрации газа производится сиреной. В случае срабатывания сирены оповещения о загазованности необходимо действовать согласно плану ликвидации аварий. Персоналу, незадействованному в ликвидации загазованности, необходимо собраться в месте сбора персонала и ожидать дальнейших указаний. Причинами загазованности являются неисправность технологического оборудования, нарушение при проведении технологических операций, разливы нефтесодержащей жидкости. Первая медицинская помощь Первая медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направленные на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Важнейшим положением оказания первой помощи является ее срочность. Чем быстрее она будет оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому каждый рабочий должен уметь оказать первую помощь пострадавшему и самопомощь при несчастных случаях. Основным условием успеха при оказании первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях является спокойствие, находчивость, быстрота действий. Наиболее эффективный способ искусственного дыхания – рот в рот. При этом способе, оказывающий помощь, укладывает пострадавшего таким образом, чтобы голова была запрокинута как можно больше назад. При этом язык не должен закрывать прохода воздуха через гортань. Оказывающий помощь делает несколько сильных вдохов и вдувает воздух через рот в легкие пострадавшего со скоростью 10-12 выдохов в минуту через каждые 5-6 секунд до полного восстановления дыхания пострадавшего или до прибытия врача. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо одновременно с искусственным дыханием проводить наружный непрямой массаж сердца. Для этого определяют местоположение нижней трети грудины, затем, накладывая на это место ладонь разомкнутой кисти, ладонь другой руки кладут поверх первой и начинают ритмично надавливать на грудную клетку пострадавшего. После одного глубокого вдувания в рот или в нос пострадавшего, оказывающий помощь, производят 4-5 надавливаний на грудную клетку. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца повторяют до самостоятельного дыхания и наличия пульса пострадавшего или до прибытия врача. При обморочном состоянии, головокружение, тошнота, стеснение в груди, недостаток воздуха, потемнение в глазах, пострадавшего следует уложить, опустив голову и приподняв ноги, дать выпить холодной воды и нюхать нашатырный спирт. Первая помощь при ранениях заключается в остановке кровотечения и предохранении раны от заражения. При ранениях необходимо на рану наложить стерильный перевязочный материал и перевязать его бинтом. Если нет под руками стерильного материала, то для перевязки раны можно использовать чистый носовой платок или тряпку. При этом на то место тряпки, которое приходится непосредственно на рану, необходимо накапать несколько капель йодовой настойки. Небольшое кровотечение из конечности останавливается, если поднять раненую конечность и наложить на рану стерильную повязку и придавить сверху в течение 4-5 минут. Если кровотечение остановится, то не снимая наложенного материала, на него нужно наложить еще подушечку из пакета или вату и забинтовать раненое место. При значительном кровотечении, когда эти меры не помогают, необходимо применять сдавливание кровеносных сосудов, питающих раненую область при помощи сгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или закруткой. Придавливание пальцами кровоточащего сосуда следует проводить достаточно сильно, а жгут следует затягивать настолько, чтобы остановить кровотечение. Наложенный жгут держать более полутора часов не допускается, так как это может привести к омертвлению обескровленной конечности. Через каждый час следует на 5-10 минут снять жгут, чтобы обеспечить некоторый приток крови. Распускать жгут следует постепенно и медленно, при этом прижав пальцами артерию. При кровотечении из носа пострадавшего следует усадить или уложить, слегка откинув назад голову, расстегнуть воротник, наложить на переносицу и на нос холодную примочку, сжать пальцами мягкие части крылья носа. Инородное тело можно удалить лишь в случае, если имеется уверенность, что это будет сделано полностью. После удаления инородного тела, место ранения следует смазать йодной настойкой и наложить стерильную повязку. Инородное тело, попавшее в глаз, следует удалять промыванием струей раствора борной кислоты или чистой водой. Промывать следует от наружного угла глаза, от виска к внутреннему, к носу. Тереть глаз не следует. При ожогах пламенем человек в горящей одежде обычно мечется, раздувая тем самым пламя. Немедленно остановите его, воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой из ведра, таза, лучше всего из шланга, а зимой забрасывая снегом. Если под рукой нет воды, набросьте на пострадавшего одеяло плотную ткань. Но имейте в виду, высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Человека в горящей одежде нельзя укутывать с головой во избежание поражения дыхательных путей и отравления токсичными продуктами горения. Оказание первой помощи зависит от тяжести ожога. Ожоги бывают нескольких степеней. Первая степень ожогов характеризуется покраснением, припухлостью кожи. Место ожога смочите раствором марганцовки или спиртом, одеколоном, повязку можно не накладывать. Ожог второй степени характеризуется появлением пузырей. На область ожога наложите стерильную повязку, стерильный бинт или проглаженную утюгом ткань. Существуют более тяжелые ожоги, сопровождающиеся обугливанием кожи. Это ожоги третьей или четвертой степени. При тяжелых ожогах не касайтесь руками обожженного места, не смазывайте его какими-либо мазями, растворами. Не удаляйте с обожженной кожи приставшие частицы, не отдирайте прилипшие кусочки одежды. Перевяжите обожженную поверхность кожи стерильным бинтом и немедленно направьте пострадавшего в лечебное учреждение. При поражении электрическим током, эвакуировав пострадавшего из опасной зоны, оцените его состояние. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, немедленно вызовите врача, а до его прибытия освободите больного от стесняющей дыхания одежды, дайте понюхать нашатырный спирт и приступайте к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. При отравлении парами нефтепродуктов или нефтяными газами пострадавшего немедленно вынесите или выведите из загазованной зоны на свежий воздух, уложите удобно, положив под голову что-нибудь мягкое. Расстегните стесняющую дыхание одежду. Если пострадавший дышит, дайте ему выпить валерианы капли. Если есть возможность, при отравлениях нужно в большом количестве давать молоко. До прибытия врача периодически давайте нюхать нашатырный спирт. При отравлении ядовитыми газами, в том числе угарным, ацетиленом, парами бензина и тому подобным, следует немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух и организовать подачу воздуха для дыхания, дать выпить молока. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, немедленно вызовите врача, а до его прибытия освободите больного от стесняющей дыхания одежды, дайте понюхать нашатырный спирт и приступайте к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. При ушибах плотно забинтуйте и приложите холод к ушибленному месту. При потере сознания обеспечьте пострадавшему приток свежего воздуха, уложите его так, чтобы ноги были выше головы, давайте нюхать нашатырный спирт. При вывихах и переломах конечностей обеспечьте их неподвижность. Если нет шин, используйте палки, доски и тому подобное. Не выправляйте сами и не растягивайте поврежденную конечность. Приложите к ней шины и хорошо забинтуйте. При открытом переломе перед наложением шин остановите кровотечение, забинтуйте рану. При солнечном или тепловом ударе пострадавший должен быть немедленно освобожден от работы и вывезен на свежий воздух. При поднимании, переносе, перевозке пострадавшего необходимо не причинять ему беспокойства и боли. Пострадавшего нужно перенести на носилках. Для этого, приподняв его с земли или пола, подставить под него носилки. Это особенно важно при переломах. В подобных случаях необходимо, чтобы кто-либо поддерживал место перелома. При переломе позвоночника, если носилки мягкие, а также при переломе нижней челюсти, если пострадавший задыхается, нужно класть пострадавшего лицом вниз. Снятие пострадавшего с носилок следует производить так же, как и при поднимании его для укладки на носилки. При перевозке тяжело пострадавшего, лучше, если это возможно, положить его не перекладывая в повозку или в машину, на тех же носилках, подстелив под носилки что-либо мягкое, солому, сено и тому подобное. Вести пострадавшего следует осторожно, избегая тряски. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ. Для медицинского обслуживания работников на месторождении Каракудук имеется медицинский пункт с постоянным пребыванием врача и специальный санитарный автомобиль, оснащенный необходимым оборудованием. Принципы ТОО Каракудук-Мунай в области промышленной безопасности и охраны труда. Все работники ТОО Каракудук-Мунай и подрядных организаций несут ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих их людей. В целях обеспечения безопасности наших сотрудников, сотрудников подрядных организаций и третьих лиц ТОО Каракудук-Мунай требует строгого соблюдения следующих принципов. Общие правила безопасности производства работ. Все виды работ должны проводиться при соблюдении следующих условий. Первое. Проведена предварительная оценка рисков и рассмотрены все вопросы безопасности. Второе. Работы повышенной опасности должны осуществляться по наряду допуску. Третье. Сотрудники обучены, аттестованы, имеют соответствующую квалификацию и по состоянию здоровья пригодны к выполнению работ. Четвертое. Применены средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с оценкой рисков и минимальными требованиями на объекте. Пятое. На местах работ имеются производственные инструкции, знаки безопасности и предупреждающие надписи. Шестое. До начала выполнения работ разработан план действий персонала при возникновении аварийной ситуации. Седьмое. Исключен допуск лиц, не связанных с выполнением данной работы. Восьмое. Оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности пригодны и исправны. Девятое. Оборудование, механизмы, инструменты, материалы, вещества имеют паспорта, необходимые сертификаты и инструкции по эксплуатации, составленные изготовителем. При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, каждый сотрудник обязан прекратить работу. Изоляция источников энергии Любые работы по ремонту и обслуживанию оборудования, находящегося под воздействием энергии любого рода, электрической, термической, гидравлической, пневматической, механической и так далее, должны проводиться при соблюдении следующих условий. Первое. Все источники энергии идентифицированы. Второе. Любая идентифицированная энергия изолирована, стравлена или разряжена. Третье. Обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения. Четвертое. Проведена проверка, тест надежности отключения. Пятое. Организована периодическая проверка надежности отключения. Запрещается снятие заглушек, блокировок, предупреждающих знаков и подключение оборудования к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании. Работы в замкнутом пространстве должны проводиться при соблюдении следующих условий. Первое. Отсутствует приемлемый альтернативный способ выполнения работы без участия человека. Второе. Отключены все виды источников энергии и технологических коммуникаций. Третье. Обеспечен установленный порядок контроля за состоянием воздушной среды. Четвертое. Привлечены два страхующих работника. Пятое. Заземленные емкости и оборудование, для которых это требование обязательно. Лица, входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха, должны использовать автономный дыхательный аппарат или шланговый противогаз. Работа на высоте. Работа, при выполнении которой работник находится на расстоянии менее двух метров от неогражденных перепадов по высоте 1 метр 30 сантиметров и более, должна выполняться при соблюдении следующих условий. Первое. Рабочая площадка оборудована ограждением или перилами с бортовым ограждением, установленными и проверенными ответственным лицом. Второе. В незащищенной зоне применено страховочное оборудование, подходящее для конкретных условий и включающее в себя стропы из синтетического волокна, канаты страховочные, многоточечный предохранительный пояс с использованием амортизатора, карабины безопасности и так далее. Третье. Поверхность настилы рабочих площадок на высоте выполнена из материала, исключающего возможность скольжения. Четвертое. Обеспечен визуальный осмотр страховочного оборудования, которое при неисправности должно быть изъято из эксплуатации. Запрещены работы на высоте при скорости ветра 15 метров в секунду и более для всех работ, при скорости ветра 10 метров в секунду и более для монтажа-демонтажа конструкций, при большой парусности, при обледенении, при грозе, в условиях недостаточной видимости. Грузоподъемные операции. Грузоподъемные операции с применением кранов, лебедок, механических подъемных устройств, грузозахватных приспособлений должны проводиться при выполнении следующих условий. Первое. Грузоподъемное оборудование технически освидетельствовано и допущено к эксплуатации. Второе. Вес груза не превышает допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и грузозахватного оборудования. Третье. Все устройства безопасности, установленные на грузоподъемном оборудовании, функционируют. Четвертое. Обеспечен визуальный осмотр грузоподъемного и грузозахватного оборудования перед выполнением каждой грузоподъемной операции. Пятое. Расстояние по воздуху от грузоподъемного механизма и поднимаемого груза при наибольшем подъеме или вылете до ближайшего провода ЛЭП составляет не менее полутора метров. Шестое. Операторы всех подъемных устройств обучены и сертифицированы для работы с соответствующим оборудованием. Подвеска, строповка груза производятся обученными квалифицированными лицами. Запрещается перемещать груз при нахождении под ним людей, перемещать людей краном, поднимать груз, примерзший или засыпанный грунтом или конструкциями, допускать наличие людей под стрелой крана при подъеме и опускании без груза, поднимать ненадежно застропованный груз. Газоопасные работы. Работы, проводимые в условиях наличия или возможности выделения в воздух рабочей зоны, взрыва пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, а также работы при недостаточном содержании кислорода ниже 20% объемных, в том числе проводимые внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей, траншей, приямков и других аналогичных местах, должны проводиться при соблюдении следующих условий. Первое. Привлечено не менее трех исполнителей при работе в замкнутом пространстве и не менее двух в остальных случаях. Второе. Обеспечен контроль за состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне. Третье. Исключено попадание в зону проведения работ, вредных веществ, взрыва пожароопасных паров и газов из смежных технологических систем, а также исключены возможные источники зажигания. Четвертое. Обозначено или ограждено место проведения работ. Пятое. Обеспечено постоянное руководство производителем газоопасных работ. Шестое. Запрещено использование мобильных телефонов и иных устройств, которые могут быть источниками зажигания. Газоопасные работы немедленно прекращаются, а работники выводятся с места проведения работ при опасных изменениях воздушной среды. Огневые работы. Работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до воспламенения материалов и конструкций, электросварка, газосварка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и тому подобные должны проводиться при соблюдении следующих условий. Первое. Персонал прошел обучение по пожарно-техническому минимуму. Второе. Обеспечен постоянный контроль за состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне. Третье. Исключено попадание в воздушную среду взрывопожароопасных веществ. Четвертое. Оборудование остановлено, защищено от искр, освобождено от взрывопожароопасных и токсичных продуктов, изолировано от действующих аппаратов и коммуникаций. Пятое. Место работ обеспечено необходимыми средствами пожаротушения. Шестое. Ограждена опасная зона. Огневые работы немедленно прекращаются, а работники выводятся из опасной зоны при изменении содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне или при других условиях, вызывающих пожарную опасность. Земляные работы. Работы, не относящиеся к работам в замкнутом пространстве и включающие производство ям, траншей и котлованов путем выемки грунта, должны проводиться при соблюдении следующих условий. Первое. Определены, локализованы и изолированы все подземные источники опасности, трубопроводы, электрокабели и тому подобное. Второе. Обеспечен контроль за состоянием грунта. Третье. Выполнены крепления и откосы вертикальных стенок и проверена их устойчивость. Четвертое. Обеспечено расстояние от бровки до извлекаемого грунта более полуметра. Пятое. Привлечено не менее двух исполнителей. Запрещено рытье без крепления и откосов на глубину более одного метра при наличии грунтовых вод и вблизи подземных сооружений. Транспортная безопасность. Все транспортные средства должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий. Первое. Транспортное средство прошло инспекцию и техобслуживание. Второе. Количество пассажиров и характеристика грузов соответствуют техническим условиям завода-изготовителя транспортного средства. Третье. Водители не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов и не испытывают усталость. Четвертое. Ремни безопасности установлены и используются водителем и всеми пассажирами. Пятое. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляется только по согласованию с заказчиком, необходимыми инспекциями и владельцами дорог, при этом высота перевозимого груза под ЛЭП не должна превышать 4,5 метров. При управлении транспортным средством водителю запрещается любое использование мобильных средств связи, а также запрещается превышать установленные ограничения скорости и производить передвижение на автомобиле без включения ближнего света фар. Заключительное положение. Ваша жизнь и здоровье в большей степени зависят только от вас самих. Повседневное соблюдение требований, правил, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности сохранит вам жизнь и здоровье. Помните, что дома вас ждут здоровыми и невредимыми. Продолжение следует...